Как возникла Вселенная? Что было до Большого Взрыва? Космологи начали задавать эти вопросы с тех пор, как был обнаружен факт того, что наш мир не вечен, а возник однажды практически из ничего, и с тех пор постоянно расширяется. Ответы на них получить нелегко, поскольку приходится исследовать события, отстоящие от нашей эпохи почти на 14 миллиардов лет. Наиболее признанным теоретическим сценарием пока остается теория инфляции, которая утверждает, что в первые мгновения своей жизни Вселенная расширялась экспоненциально, со скоростью, многократно превышающей скорость света. Также были предложены альтернативные гипотезы, например, идея циклической Вселенной или конформная космология. Какая из них описывает события, действительно имевшие место, могут подсказать только новые результаты измерений, позволяющие построить сценарии развития, наилучшим образом отвечающие современным параметрам нашего мира. Одним из источников информации о начале Вселенной является реликтовое микроволновое излучение. Cosmic Microwave Background, CMB. Длина волны или температура которого на первый взгляд кажется однородной во всех направлениях. Но при более детальном рассмотрении обнаруживается очень незначительное отклонение этого параметра от среднего значения. Они возникли из-за квантовых флуктуаций, присутствовавших при рождении Вселенной, и растянутых по мере ее расширения. Недавно группа ученых предложила новый подход, который может напрямую раскрыть подробности ранней эволюции Вселенной, поскольку они уникальны. Син Ганг Чэнь из Гарвардс-Митсоновского астрофизического центра так объясняет суть нового подхода. В рамках теории, которая призвана объединить квантовую механику и общую теорию относительности, должны существовать тяжелые частицы, колеблющиеся с постоянной строго определенной частотой. Они получили название первичных стандартных часов и могут быть использованы для измерения хода времени при рождении Вселенной. Колебания этих частиц описываются теми же законами, что и квантовые флуктуации на ранних этапах ее эволюции. Поэтому их эффект может быть заметен в рисунке распределения неоднородностей CMB, уникальных для каждого сценария. К сожалению, доступная на данный момент точность данных недостаточно для выявления ожидаемых вариаций. Продолжительные эксперименты, реализуемые в настоящее время, должны существенно прояснить ситуацию. Такие проекты, как BICEP-3, CAC Array и многие другие накапливают весьма точные измерения CMB, и параллельно ведется планомерный поиск гравитационных волн. Если колебания первичных стандартных часов окажутся достаточно сильными, их можно будет обнаружить уже в ближайшие десятилетия. Подтверждающие данные могут появиться и в других областях исследований, таких как уточнение крупномасштабной структуры Вселенной, изучение распределения галактик и космического водорода, поскольку первичные стандартные часы станут составной частью теории всего. Их наличие также предоставит ценные сведения о физике за пределами стандартной модели в диапазонах энергий, недоступных для земных коллайдеров. Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе грандиозных научных открытий, в том числе и межгалактических путешествий. Не забываем подписываться на наш паблик ВКонтакте. Он у нас тоже крут. Подпишись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова